Какие они? Местные Анискины. В Волгоградской области начался интерактивный опрос, в ходе которого жители могут с помощью интернета или по телефонам горячей линии ГУВД оставить свой отзыв о работе участковых уполномоченных милиции. Итоги этой акции были подведены накануне 17 ноября, когда будет отмечаться очередная годовщина образования этой службы. Участковый почти как учитель или врач хорошо делает свое дело, только если живет им и, как говорится, болеет душой. Сергей Назаренко в этой должности уже 7 лет и честно признается, что работа нравится, даже несмотря на почти круглосуточный график работы. Звонят и в воскресенье, бывает и вечером звонят. Сототелефон у нас в доступном месте везде висят. Мы никогда не включаясь, ни днем, ни ночью. Бывает даже в семье говорят, что отключи телефон, зачем тебе это нужно? Работа в первую очередь. Работы, конечно, хватает, говорит майор Назаренко. Кража, хулиганство или бытовые ссоры. Все подобные нарушения участковые фиксируют в рабочем журнале. С начала года 54 случая. В большинстве своем правонарушения мелкие, но от них зачастую страдают самые незащищенные. Незвечно лицо, находясь в автобусе номер один Аннах, похитило кошелек Муковниковый. Это, скажем так, бабушка ехала на автобусе, негодяй, приглядел, что она отвлеклась здесь на пристани, значит, кошелек у ней утащили. Значит, лицо мы нашли, установили. На веренном Сергею Назаренко участке проживает 3,5 тысячи человек. Люди разные, а значит, и подход к каждому свой. С одним достаточно спокойно поговорить, на другого надо прикрикнуть, а третий успокоится, лишь получив уведомление о выписанном административном штрафе. Бывало, что и драки приходилось разнимать, соседи спорили из-за клочка земли. Сегодня участковый обходит с контролем особый контингент. На его территории проживают 12 условно осужденных. 19-летний юноша был осужден за употребление наркотиков. Впереди больше года условного срока и ежемесячных визитов в районную комиссию по исправительным работам. Ну, смотри, у тебя ограничения серьезные, то, что если ты будешь куда-нибудь езжать, значит, сообщать надо по большому счету, куда и куда, и где, и как. Ну, а вот если в Волгоград ехать, примерно. Ну, ты же ненадолго едешь? Если ты едешь просто как в гости, куда наденешься, то, конечно, надо сообщить в инспекции. Кроме наркотиков, майору Назаренко приходится бороться и с зеленым змеем. Дома, где проживают любители приложиться, Сергей Викторович инспектирует регулярно. Одну из семей участковый встретил прямо у ворот дома. Супруги уверяют, что пить бросили. Теперь, говорят, со своими проблемами будем обращаться к Назаренко. Знаем, что не откажет и поможет. Репутация у него в городе хорошая. Большинство встретившихся нам на пути горожан говорили о нем коротко, но емко. Нормально человек. Нормально. Кстати, мнение о работе своих участковых Краснослабоса, а также все жители Волгоградской области, могут высказать под телефоном горячей линии областного ГУВД. Кроме этого, можно оставить отзывы и на сайте ведомства. По итогам этого голосования и будет выбран лучший народный участковый 2010. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова